Меня зовут Алексей, я хочу рассказать, спасибо группе прославления, хочу рассказать свое свидетельство. Я уже больше половины жизни верующий, но в принципе, на самом деле, я как-то размышлял, когда я узнал о Боге. Вот вы помните тот момент, когда вы узнали вообще о Боге? Ну вообще помните? Я не имею в виду Евангелие, как бы, знаете, а вообще о том, что существует Бог. Помните, да? Я вот, знаете, я просто сейчас вспоминаю, я был в 5,5 лет, 6 у прабабушки в деревне, и я увидел икону большую такую, она была большая, и там было распятие, Иисус на деревянном кресте распятый, на нем был нимб круглый, и рядом две женщины стояли, ну, как я понял, потом это Мария и Мария Магдалина, и они смотрели на Иисуса распятого, а Иисус был с гвоздями распятый. И я пришел к прабабушке, говорю, а что это за картина, что это такое? Ну, мне было почти 6 лет, она говорит, это Бог. Я говорю, Бог? Подождите, а он же прибитый. Ну, не пойму, почему он прибитый, Бог-то? Он же сильный. Ну, я потом думал, ну, я вспоминал, думаю, ну, 6 лет я уже знал о Боге, значит, да? И для меня было потрясение, что Бог, он прибитый, как Кресту. Я говорю, а кто его прибил? Ну, мне говорят, злые люди. Я говорю, а как так Бога можно прибить? Он же сильный, ну, невозможно прибить Бога. Я что-то вообще не понял, ну, как так вообще? Ну, Бога прибили. И я говорю, а расскажи немножечко про бабушку. Она мне что-то рассказала про ад и рай. Есть, говорит, рай там хорошо. Я бы что-то представил. Я говорю, а какой рай? Она говорит, ну, как сад. Я говорю, а еще расскажи. Она говорит, ну, я не могу тебе рассказать про рай. Я говорю, а ад что такое? Она говорит, а там люди горят. Я говорю, а сколько? Год-два там сколько? Она говорит, вечно. Я говорю, вечно? И мне стало страшно. В общем, я тогда первый раз помолился в жизни, ну, про бабушки. Но на самом деле потом у меня жизнь была как у всех. Это не было еще молитвом принятия Иисуса. Потом у меня обычно была жизнь, школа. Жил я в городе Чебоксары по Волжье. То есть у нас были банды там уличные. В 15-летие я уже был в одной такой районной банде. Мы там кошмарили соседние районы. Ну, казалось круто. Это такая, в общем, была жизнь такая пацанская. И к 17 лет я из этой банды решил выйти. Но у нас там как считалось? Только выйти можно через... Ну, как говорили нам по пацанским понятиям, через смерть можно выйти из этой банды. Я начал к них скрываться, в общем. Я год скрывался. Приходил домой по вечерам. И когда я шел домой от остановки, у меня такое... Я в первой жизни начал молиться от страха. Потому что я знал, что они меня поймают. Они меня могут сильно побить. А то и даже ножом... Ну, в общем, такие ребята были резкие. Руководили уголовники. Там по 20 с лишним лет. Они все отсидевшие там. Ну, в этой банде. И я как бы боялся их. Боялся прямо их вообще уже в 17 лет. Хотя я до этого стоял. Мы бегали район на район. Там всякие мелкие гипотнические вещи делали. Но когда я вышел, я понял, что они меня не пощадят. Я стал молиться. Боялся своих бывших дружков. И знаете, я когда шел от остановки, я всегда... Я перестал их встречать. Ну, я их каждый день встречал до этого, а тут я перестал встречать. Я не мог понять, почему. Я вот молюсь, выхожу с троллейбуса, иду к своему дому, идти на 3-4 дома дворами темными. Тогда 90-е годы дворы были темные. И не встречаю их. Ну, как бы раз, два, три. И другу своему зашел, говорю, а что я говорю, где эти там... Он говорит, слушай, вот они стояли только что, ты проходишь, они куда-то отходят, ты проходишь. Ты заходишь в свой подъезд, они выходят. И так было несколько раз. Я тогда подумал, может, это Бог тогда, ну, тогда в первый раз. Ну, как так, я молюсь. И они в этот момент куда-то на 5 минут отходят. Я прохожу в подъезд, захожу себе в квартиру, и они выходят, ну, откуда-то там из-за угла. Вот. Потом второй раз я как бы с Богом соприкоснулся так в армии тоже, да, ну, тоже, когда у меня там такая ситуация была. Я служил здесь в Подмосковье, но тоже конфликт произошел. Мне сказали, что, ну, ты сегодня там ночью, ты будешь на коленях просить. А я знал, те ребята, которые это делали, они там, ну, реально, ну, накануне, предыдущую ночь, парня, ну, так избили, что он там потерял сознание, там, ему его откачивали. И как бы я не хотел, чтобы меня так же избили, я возвал к Богу второй раз в жизни, может, так по-настоящему, да, ну, днем. Господи, спаси меня, да, хотя был еще, как бы, неверующим. И через час внезапно нас собрали на плацу всех, и тех ребят, которые должны были меня ночью, которые мне угрожали, их что-то всех, в общем, короче, увезли в другую часть, кого на губу. Оказалось, что немного кого кошмарили, там, ну, много ребят избивали, и было куча жалоб. И я тогда подумал, я только что помолился, и опять какое-то совпадение. Может, совпадение, а Бог ли есть? И у меня потом вообще много лет эта мысль, она, я уже пришел из армии, уже жил там, ну, год уже жил, 21 год мне был. Меня огложило, думаю, ну, как так, есть ли Бог, да, вроде есть, Он мне помогал же несколько раз. А есть ли люди вообще, которые знают Бога, да? А где люди, которые живут по Божьим принципам вообще? Где это место? Я подумал, что это какой-то монастырь вообще. Наверное, монастырей в каком-то, монахи сидят, молятся суда до вечера. Думаю, а есть ли вообще нормальные люди, адекватные вообще, ну, такие вот, знаете, чтобы жили нормальной жизнью, и Бога любили, Бога знали вообще, если такие, не встречал никогда. И в 21 год я работал на стройке в Москве, и у меня друг был, он такой странненький был, он говорит, я Библию читаю. Я говорю, ну, ладно, хорошо, давай вместе квартиру снимать. Я говорю, давай. Мы стали с ним снимать вместе квартиру, он Библию читает, по воскресеньям ходит куда-то там, десятину носит. Ну, я, конечно, все просек, а телевизор-то смотрел, ну, по телевизору уже нам показывали там эти всякие страшилки. Я говорю, ты всех-то ходишь, что ли? Ты что там вообще? А он такой, не, не, это Божья церковь. Думаю, вообще он какой-то странный парень. Смеялся над ним, вообще смеялся. А потом, говорю, давай с тобой схожу. В общем, я пришел в собрание, в такое же, как здесь, только в Москве. Что-то смотрю за людьми, наблюдаю, думаю, артисты вообще играют, изображают себя добрых людей, улыбаются. Какие-то слова говорят, аллилуйя, будь благословен. Вообще для меня будь благословен, как-то вообще другой жаргон вообще непонятный. Ну, присматривался, присматривался, раз, два, три. А потом что-то, знаете, как-то я так думаю, какая-то любовь здесь есть вообще. Бог же есть любовь. И мне как раз дали Библию, я там прочитал, потому узнают, что вы ученики мои, если будет любовь между вами. Я смотрю как-то вот на людей такой, думаю, вообще вот как мама с дочкой разговаривает. Я бы так же, ну, как бы там с сыном, там вообще так, ну, как-то, думаю, никак я воспитывался вообще в своем городе, да никак. Ну, как-то все другое вообще, думаю. И в тот момент я сказал, я тоже хочу принять Иисуса. В общем, в тот момент я дерзнул принять Иисуса в свое сердце. С этого момента у меня стали, так сказать, изменения, слава Богу. Жизнь как будто, знаете, поменялась, как будто окрасилась другие цвета в радужные. Бог действительно меня стал благословить, я просил его благословять, и начал видеть кучу благословений на протяжении всей моей жизни. Сейчас у меня прекрасная жена, добрая, слава Богу за нее, трое детей. И знаете, я приезжал все эти годы в свой двор, я когда уже покаялся, 21 год, я приехал просто, вернусь назад, приехал в свой двор, встретился со своими дружками, они, как всегда, сидели в подъезде, в тепле грелись, пиво там, водочка. Я зашел там, вышел к ним, там они сидели на лестнице, их было там, не знаю, человек 6-7. Они такие, ну что, купи нам там это, водочки. Я говорю, слушайте, я не пью, давайте я им слово Божье расскажу. Они оба на, такие присели. И этот, я им, давай там, они, короче, там, кто-то смеялся, кто-то что там, да. Они говорят, у тебя забербовали там, ну, в общем, этот, ну, в Москве там. Я говорю, да не, не забербовали там. Я реально с Богом соприкоснулся. Они говорят, ну что там. И, ну, смысл того, что-то смеялся, кто-то, и сейчас я смотрю на них, к сожалению, к сожалению, да, все они почти погибли. Ну, кто-то от алкоголя, от спида, от наркотиков. Вообще, я даже сейчас, ну, сейчас думаю, приехать, будем рассказать, ну, какой я благословенный, да, а рассказать уже некому, ну, к сожалению, да. Ну, Бог благой. Это не я такой хороший, да, что у меня такая семья, и все хорошо. Бог в этот момент вывел меня из царства тьмы, из царства вот дьявола, свое царство вывел, и я сейчас в нем нахожусь. Есть ли люди, которые в первый раз в нашем сегодня собрании, есть вообще люди, можете поднять руку, есть такие смелые люди? Слава Богу, все у нас сегодня верующие. Давайте тогда встанем и помолимся за спасение наших родных, которые еще не спасены, которые еще не в церкви. Дорогой Господь, спасибо тебе за... Мы сейчас просто спасение родных. Молим сейчас за спасение наших родных и близких, Господи. Молим, Господь, чтобы также Ты открылся им и нам когда-то, Господь. Чтобы они также перешли в царство света, Господь, из царства тьмы, Господи. Они ходят, пока сами не знают, какими путями, Господи. Они ходят во тьме, Господи. Но мы молим о том, чтобы Ты открылся им, Господь. И дай нам мудрости, Господь, как Божьим людям, которые знают Тебя, Господь. Как себя вести, как говорить, Господи. Используй нас, Господь, чтобы не мы своей мудрости, Господь, воздействовали, как-то влияли, но Ты используй нас как сосуды, чтобы Дух Святой нас использовал, Господь, для спасения наших близких. Написано, спасешься Ты, и спасется дом Твой, Господи. Спаси наших соседей, Господь, родных, и дай нам, Господь, силу не отступать. Не отступать, Господь, в этом, Господи, чтобы и провозглашать, и верить, Господь, что они спасены. Аминь.